Был исторический памятник, стал постройкой с нуля. Художественный музей реконструируют с 2012-го. Семь лет пейзаж сердца Барнаула, строительные леса и заборы. Первый застройщик разорился в 2015-м. В следующие годы здание стояло без консервации. Из 280 миллионов, выделенных на работу, не освоили 30. Их власти и оценили как ущерб. Казалось бы, незначительно, но они потеряны. Застройщик банкрот. А на очереди новые расходы на отделку здания и закупку оборудования. В совокупности больше миллиарда. И все за счет краевого бюджета. Федерального бюджета здесь денег нет. По той причине, что сама по себе реконструкция этого объекта, объекта исторической ценности, она требует экспертизы федеральной. И этот объект не придет, потому что вы все наблюдаете, что по сути он строится заново. Да, в прежних размерах, по прежнему дизайну. Но внешний вид сохраняем, но это новое здание уже. Можно ли было не сносить исторический памятник открытый вопрос? Тем временем, в ожидании нового дома, музей располагается в старом купеческом здании. Склад с 15 тысячами картин живет отдельно. Помещения камерные, тесновато. Сотрудники музея очень ждут переезда. Помещений, как говорится, всегда не хватает. Но вот впервые, наверное, по нашему адресу, новому, Ленина 88, у нас будет, наконец-то, объединено хранение и постоянная экспозиция, экспозиционные залы. Когда не надо будет нанимать специальную машину, чтобы привезти работы из хранения на экспозицию. Когда их можно будет просто перенести по коридорам. За лето, по словам сотрудников музея, застройщик доделал часть крыши, запустил отопление. Но работы по-прежнему очень много. Пока что сроки окончания строительных работ передвинуты на начало 2021 года. Говорят, на этот раз точно все доделают. Однако строительные работы, на первый взгляд, ведутся достаточно медленно. Поэтому говорить о том, что меньше, чем через два года, мы сможем увидеть на месте недостроя новый Барнаульский эрмитаж еще очень рано. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.